На самом деле нужно дать оценку скрипту, который расставляет шаблоны, по меньшей мере. То есть расставление этих, раздача публиков, это, конечно, превращение Википедии в ВКонтакте, что, наверное, когда-нибудь произойдет, но мы думаем, что это сейчас большая проблема, да? Но то, что обвес статьи вспомогательными шаблонами, о которых постоянно забываешь, это прекрасная была вещь, и всем редакторам она помогла. Нет, вещь может быть и прекрасная, но, во-первых, у нас этих шаблонов чуть более чем дофига, то есть ни в какое меню они просто не влезут все. А это самое, а заминать, ставить вместо карточки какого-нибудь театрального деятеля, карточку персоны, это просто вредное действие. А во-вторых, тебе не кажется, что это и сильно затруднить редактирование шаблонов, то есть малейшее изменение шаблонов может потребовать изменение еще и в скрипте. А шаблоны проводят достаточно часто. То есть вот такое противоречие, облегчая редактирование статьи, мы затрудняем редактирование шаблонов. Нет, Денис, можно теоретически получать параметры, вводимые автоматически шаблоны. Они сами будут вставляться, подгружаться. А, автоматически получаются. Подгружаться шаблоны, но это сложно, вот этот шаблон очень сложно. Но его теоретически можно сделать, но это очень сложно шаблон. Так, господа, вопросы взяли. Вопросы, наверное, нахожу. Да, пожалуйста, у меня, наверное, не вопрос, у меня, наверное, скорее комментарий, что идея, на мой взгляд, очень богатая. То есть, да, там есть шероховатости, да, там с персональными, с криками, я согласен, что есть объективные трудности, но вот идея с тем, что, там, к удалению, к выставлению, то есть, ну вот, то есть, вот, сама идея богатая, и отдельные элементы этой идеи даже хорошо проработаны. Сейчас ты мы продолжаем. У нас сейчас шаблонов или скриптов дофига и больше, да, вот, как раз-таки здесь есть предложение, давайте некоторое попробуем слить. Я говорю, там есть специальный флайер, слайд, давай запасать. Это было бы здорово, то есть, если бы мы приняли, люди, которые владеют, жалостами, это было бы прекрасно. Вот тебе инструмент для выставления статьи на все эти случаи решения. Вот тебе инструмент для обвески. И, кстати, может, ты не можешь на мудрость из-за статьи, на мудрость, как будто, я не знаю, какое-то решение, потому что, да, понятно, что нужно просчитать там эргономию, и все остальное, и техническую реализацию. Но сама концепция, по-моему, готовая, живая, просто нужно поставить право. Но это трава-то шероха пока. Я на правах ведущего встрях, извините. Есть мобильная версия, например, у Википедии. Она, на мой взгляд, уже неплохая для читателя. Но она, например, править не позволяет. Вот наличие JavaScript, на самом деле, оно в перспективе сделает шаг в возможность редактирования мобильной версии, на мой взгляд, гораздо более быстро, так сказать, ну, то есть быстрее, да? Ну, на мой взгляд. Извините, австрял. Кто еще хотел? Нет, пожалуйста. Я хотел поблагодарить за великолепную идею тебя. Скажем, мне не приходило такой в голову. Свежий класс. Да-да, отлично. И касательно Викилав, так как я уже начал им заниматься, я обещаю, что все, что в моих силах, это сделает. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, на самом деле, это же тоже важный инструмент. Как привлечение пользователей через раздачу печеней, но это свежая кровь, то есть это, наверное, то поколение, которое идет за нами, которое вот живет в контакте и уже привыкло, так сказать, раздавать друг другу печенюшки. Смотрите, это когда не очень. Ну, а мы здесь есть. Да, это вообще хорошо. Не-не, мы раздаем тоже друг другу ордена и медали, да? Конечно. У меня вопрос, наверное, не столько к докладчику, сколько к зелу, значит, потому что вот некоторые вещи мне хотелось бы реализовать буквально вот, что называется, завтра, да? То есть, к удалению, к объединению, ну, вот такие вот вещи. И это просто, это уже систематизировано, это готово, да? То есть, я со своей стороны могу прочитать эргономику. То есть, там, потому что, ну, с этой частью у меня хорошо. Я не могу реализовать техническую часть. Поэтому вот если кто-то, если кто-то там по техническим знаниям, по времени как-то свободен, я просто готов влиться в эту группу. И вот я говорю, что вот эргономика, удобство, вот это все я готов. Ну, я голосую двумя руками за шаблон, который, вернее, экскрипт, который обвешивает статью шаблоны. Ну, сегодня типичник есть, опытный участник, мой коллега, с которым мы рукавом руку работаем, гиппоза, Сергей Лизин. Значит, сделал статью, ну и забыл повесить один шаблон. Забыл, так сказать. Вот забыл он повесить этот шаблон. Ну, вот я, то самое. Вот если бы у него был этот инструмент, то бы не забыл бы ему один выклик, он этот шаблон повесил. Хорошо. А как мы можем это реализовать? Потому что, да, идея прекрасная. Нужны, жалко, очистить. Хорошо. У меня действительно много времени, но по чуть-чуть постепенно, если мне будут помогать, я могу делать. А как мы мечтали? Писать. Именно запомнили то, что ты сказал, потому что мне трудноват, мне легче программировать. Неизвестный призлай, не можете сказать. Сам так говорю? Зачем вы конец? По выставленному удалению. Вообще, в первую очередь, кроме «Ликелад», который я проещал, я бы хотел заняться именно вот простановкой вот этих шаблончиков маленьких. Я бы не помню все. Господа, одна рабочая группа у нас сформировалась, нужна вторая работная группа по созданию другого замечательного шаблона, который я обвешиваю. Еще один вопрос. Скриптарь. Скриптарь, извините, скриптарь. Еще один вопрос, и следующее выступление. Есть еще вопросы, докладчик? Нету. Спасибо.